Сергей Борисович, здравствуйте. И снова здравствуйте. И снова здравствуйте, да. Да, Сергей Борисович, о чем хочется вас спросить. Как вы думаете, к чему это все идет и насколько все это может стать затяжным процессом, этот самый мятеж? Потому что есть аналитики, которые говорят, вот в течение суток все закончится и иначе быть не может, а есть те, которые говорят, что ну это, знаете ли, гражданская война, 2-3 года и так далее. Ну да, вопрос на миллион долларов. Чем это все закончится? Я не говорю, кто победит, я говорю, как долго это будет продолжаться. Я не вижу никаких оснований для таких, я бы сказал, мощных заявлений, что это должно закончиться в течение суток или что это должно продолжаться вечно. События только разночиваются. Есть очень много неясностей. Мы крайне мало что знаем о соотношении сил. Есть кое-какие вещи, которые мы, может быть, поняли за это время. Ну мы поняли, например, что российская армия в очередной раз, и это очень хорошая новость для всех тех, кто хотел бы, чтобы война закончилась поскорее, российская армия в очередной раз ни к чему не была готова. Хотя ситуация с Вагнером и с Пригожиным, ну да, она подзорвалась вчера, во многих смыслах этого слова, но она же ведь подходила, так сказать, к этому состоянию на протяжении многих месяцев. Вот этот весь разворачивался конфликт, вот это было все больше и больше воплей, все больше и больше мата, все больше и больше угроз, все больше и больше каких-то приказаний подписывать какие-то контакты, отказывать их подписывать какие-то разговоры, что мы уходим, мы приходим на наше место, Ахмат или нет, на наше место он не пойдет, мы остаемся, мы туда, мы сюда, суки, дайте снарядов. все это продолжалось бесконечно. И было понятно, что в какой-то момент это куда-то должно вылиться. С этим что-то должно произойти. Не готов никто, ни к чему, абсолютно. Все совершенно с чистого листа. И мы видим сегодня, как в Москве совершенно так, как будто это все свалилось с неба. Как-то перегораживают дороги автозаками и устанавливают какие-то гнезда пулеметные с мешками, с песком на пересечениях крупных шоссе и кольцевой дороги. И все это выглядит, конечно, довольно фантастически. Так, это мы знаем. Еще мы знаем, что вагнеровские силы децентрализованы. Что они не представляют из себя гирлянду сосисок, которая вот как-то движется по шоссе с юга на север, строго, вот как бы проходя один город, другой город, третий. Нет. Эти люди возникают, эти силы в разных местах. Они появляются там до Воронежа, после Воронежа, возле Ельца. Так, сяк. С одной стороны, с другой стороны. В большем, в меньшем количестве. Это означает, что как бы эти силы как-то рассредоточены. И по всей видимости, люди, которые руководят этим мятежом, они их как-то сейчас постепенно собирают. Они постепенно как-то оповещают своих. Я уж не знаю как, но тем не менее, это так. А те, которые действительно движутся по дороге, они движутся в перемешку с гражданским транспортным потоком, с обычными автомобилями, с мирными людьми. Что, конечно, сильно затрудняет атаки на них, что затрудняет бомбежки и так далее, и так далее. Вот. Вот это мы тоже знаем. Не знаем численности абсолютно. 25 тысяч, 25 тысяч. Все повторяют про 25 тысяч. А вы где взяли 25? Откуда, собственно, вы так уверились, что здесь идет про 25 тысяч? Вам Пригожин сказал один раз? Ну, сказал, да, вчера, назвал эту цифру вчера вечером. Дальше что? Кто-нибудь подтвердил это? Кто-нибудь посчитал? Грузовики кто-нибудь посчитал? Вот эту бронетехнику, которую, кажется, везут? Кто-нибудь посчитал? Ее есть некоторое количество на видео, которое мы видели в течение этого дня. Но сколько ее, совершенно непонятно. В общем, в этом смысле все очень мутно. В целом, я бы сказал так, что, конечно, все зависит от того, кто и как, когда, в каком тейпе будет или не будет присоединяться к этим лагнамцам. Я вот сижу уже сутки, по-моему, в эфире французского телевидения, который, конечно, бесконечно это все обсуждает. Они придумали потрясающий термин. Они это называют вагнериты. Вот. Вагнериты, значит, движутся в сторону Москвы. Сразу себе представляешь каких-то удивительных сказочных персонажей, каких-то, я не знаю, из какого-нибудь фэнтези. Вагнериты такие, со светящимися глазами и в панцирях. Вот. Так вот, к вагнеритам, к ним присоединится кто-нибудь или нет? Или они так и будут одни ходить? Потому что есть армия, есть ФСБ, есть Росгвардия, есть полиция, есть множество разных вооруженных формирований в России. Есть уголовники, которые рассеяны, с одной стороны, по-прежнему по тюрьмам. Понятно, что авторитет Пригожина и вообще всей вагнеровской идеи в уголовной среде очень высок сегодня. Потому что они, ну, как это говорят, в криминальном мире трахнули прокурора и судью. Употребим такой глагол. Можно было бы другой, более грубый. Вот. Пригожин победил всю эту систему. Он нас всех вытащил, он как-то отменил все приговоры, он как-то послал всех судей, он послал всех тюремщиков, он приходит с пистолетом, приходил, во всяком случае, в нашу колонию и забирал, кого хотел. Потом этот процесс прекратился, и потом Министерство обороны стало ходить по колониям. Вопрос, а где эти люди? Вот эти люди, которых Министерство обороны забрало к себе, и они рассеяны по разным частям, они распиханы по разным участкам Украинского фронта. Эти люди как будут относиться к этой истории с Вагнером? Не очень понятно, на самом деле. Вот. Так что, речь идет о большом снежном коме, который катится в сторону Москвы, и на который что-то или будет налипать, или нет. Или он будет расти, вот как всякий нормальный, всякий, кто спрыл снежную бабу в своей жизни, тот помнит, как это выглядит. Начинаешь с маленького комочка, потом его как-то катишь, катишь, катишь по мокрому снегу, он становится все больше, 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 и в какой-то момент превращается в огромный шар. Вот это произойдет или не произойдет? Как это все будет выглядеть? Нет у нас ответа, и, соответственно, мы не можем говорить о том, что там вот есть сутки на то, или есть неделя на все. Конечно, каждый лишний час жизни Привожина это некоторый выдерж. Потому что, ну, могу себе представить, что совершенно очевидно было бы, если бы существовал приказ на его уничтожение. И в этом смысле как-то время работает, не понимаю, оно работает на него или против него. Вот то, что он жив еще, это значит, он, ну да, он, значит, выиграл еще несколько часов. Вот так это выглядит. А тем временем, конечно, впечатление, которое разворачивается от этого, оно, наоборот, постепенно делает ситуацию властей все более и более тяжелой. Каждый лишний час существования этого, каждый лишний час живого Привожина, каждый лишний час, когда какие-то непонятные силы движутся в сторону Москвы, это, конечно, еще одна оплеуха. Путин много получил оплеух за последние сутки, довольно жестоких оплеух, и перенес их, надо сказать, довольно слабо, если смотреть на его утреннюю речь. Ну вот оплеухи эти продолжают на него сыпаться бесконечно, с каждым часом продолжение этой истории. А как бы вы сейчас назвали то, что происходит? Это уже революция, это бунт, это какой-то военный мятеж? Это военный мятеж, это военный мятеж. Пока это военный мятеж. Пока это военный мятеж, хотя бы потому, что, обратите внимание, за ним нет, как бы, пока политической цели. Мы хотим завладеть российской федерацией. Мы будем управлять ею, мы, не знаю, примем новые законы, установим справедливость, установим права человека, или, наоборот, уничтожим права человека, установим диктатуру, затянем страну в колючую проволоку, мы будем страну ввести туда или сюда, она будет такая или сякая. Ничего этого нет. Ничего этого не существует. Существуют сугубо как бы военные цели. Мы хотим сместить военное руководство, мы хотим наказать тех, кто плохо с нами обошелся, когда мы воевали, кто нас не ценил, кто нас погубил, кто нас обворовал, мы их всех уничтожим и что? Вернемся обратно на эту войну. Минуточку, вы только что объясняли, что эта война страшно несправедливая, что она коррупционная в основе, что она была придумана для того, чтобы грабить Украину и для того, чтобы Шойгу сделался маршалом. А что, вы хотите обратно на эту войну? Вы хотите продолжать эту войну? Вы же только что сказали, что это не война, а одно сплошное преступление. Устами пригожено, вы сказали. Вот наличие вот этих вот пока абсолютно неразрешенных, абсолютно непроясненных политических обстоятельств заставляет говорить, что это, конечно, никакая не революция сегодня и даже никакой не государственный переворот. Это военный мятеж. Одни военные лезут на других военных. И в этом смысле я вполне согласен с аналогиями, которые я слышу все чаще и чаще в течение сегодняшнего дня со всякими африканскими историями. Ну вот, да, Гвинея, Бисау, Мали, Чад, Судан. Там Эритрея, Центральная Африканская Республика и прочее. Уганда. Вот это вот. Либерия. Это вот наши предшественники. Россия теперь вот в ряду вот этих вот стран. И там происходит вот что-то такое. Одни военные лезут на других военных для того, чтобы этих плохих военных заменить на хороших военных и продолжать воевать. Вот, что мы видим своими глазами. Сергей Борисович, напоследок, у вас много публикаций, да, вы годами, можно сказать, как не страшно звучит, десятилетиями уже пишете о Путине. Вы что-то подобное могли... Ужас! Да, мне самому страшно. Вы что-то подобное могли предсказать, что все закончится, ну, или продолжится вот таким вот военным мятежом? Были у вас такие прогнозы? Подождите, подождите, оно еще не закончилось. Нет, конечно, закончилось, да, оно дуется. Я одно мог предсказать, и я продолжаю это предсказывать, что этот чувак плохо кончит, что этот чувак до такой степени как-то принес нам всем столько зла, он столько народу погубил, он столько всего изуродовал, он столько надежд как-то обнулил, что вылезти из этого живым и невредимым он не должен. Ну, что-то должно найтись, вот какая-то кувалда фигурально выражалась, фигурально выражалась, должна найтись на его голову, будет это это, или следующее, или еще какие-нибудь. Ну, кто-то когда-нибудь его сожрет, конечно, однажды это произойдет. Спасибо большое, Сергей Пархоменко был у нас в эфире. Привет, друзья. Спасибо, что вы смотрите канал Популярная политика. Нам нужна ваша поддержка, чтобы мы могли продолжать нашу работу. Станетесь спонсором канала здесь, на Ютубе, либо на Патреоне. Спасибо вам и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова